С раннего утра руководитель рабочей группы Президиума Генерального Совета Партии Единая Россия по защите прав дольщиков отправился на осмотр долгостроев на территории города. ЖК Молодежный, улица Буинская, ООО Селен, улица Крыльницкого, ООО Птицефабрика Тагайская, переулок Красноармейский. Там Александр Якубовский встретился с обманутыми дольщиками. Здесь должна быть четко отработана вся финансовая сторона вопроса. Полностью должно быть понимание, сколько средств необходимо на достройку. После обеда состоялось рабочее совещание по рассмотрению реестра проблемных объектов области. По словам депутата, с каждым годом в России число долгостроев растет, а с ними, как следствие, и количество обманутых дольщиков. Практика показывает, что в реестры проблемных объектов попадают не все долгострои, отсюда возникают вопросы. В Пульяновской области сегодня числится 32 проблемных объекта, а в официальный реестр внесено только 6. Причин, почему многие объекты не входят в реестры, много. Это юридические проволочки из-за неправильно оформленных документов, неофициального статуса банкрота у застройщика и другие. Мы разобрали сегодня каждый объект, посмотрели степень готовности и варианты, которые можно применить для достройки. Где-то мы вносили корректировки, но в целом, я думаю, что оригинальная власть сегодня все наши предложения проработает, и в том числе будут проработаны экономические показатели, которые позволят привлечь в дальнейшем инвестора. Все это будет у нас на контроле. Особо депутат отметил ЖК «Молодежный», по которому необходимо провести масштабную работу. Это 24-этажное здание на улице Буинская, без какой-либо инфраструктуры и намека на завершение строительства. Сегодня застройщик банкрот, а 900 семей уже несколько лет ждут решения проблемы. Участники совещания обсудили ситуации, которые складываются вокруг ЖК «Панорамный» в северной части города и ЖК «Авиатор» в новом городе. По словам Марины Беспаловой, по каждому проблемному объекту будет составлена дорожная карта. Больше половины уже известна, примерно цена достройки, какая необходима сумма, примерно по срокам уже есть видение. Сейчас осталось доработать, корректировать, исходя из дополнительных расчетных цифр, какая сумма нужна в целом. Где-то внести изменения в проект, поэтому мы будем работать в ручном, как говорят, режиме. Вечером депутат Государственной Думы встретился с главой региона. Они обсудили меры предотвращения появления новых проблемных объектов и контроля за завершением строительства старых. Организация «Авиатор» будет создана для того, чтобы в полном объекте будет взять на себя финансовые обязательства, чтобы он часть домов за счет бюджетных средств достроили, часть домов за счет тех возможностей, которые федеральная сфанатистка нам представляет. Мы точно будем достраивать, хотя там есть определенные юридические минусы. Сегодня государство и в частности региональные власти ставят первоочередную задачу – решить проблему обманутых людей и, соответственно, найти юридически правильный способ достройки недостроев, а главное – не допустить появления таких впредь. Наталья Чумаченко, Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. 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 Продолжение следует...